Марджери Мэри Везер Пост появилась на свет в семье основателя компании Постум, Чарлиза Уильяма, новатора в сфере питания. Ему принадлежат первые идеи растворимых напитков, а также злаковых готовых блюд. И Элли Летиции, девочка была единственным ребенком, поэтому с ранних лет ее окружало внимание и роскошь. Главная героиня получила образование в ныне известном университете Джорджа Вашингтона, впоследствии став одним из главных попечителей учебного заведения. Марджери впервые сочеталась узами брака в 1905 году с банкиром Эдвардом Беннетом Клоузом. В их браке родились две дочери – Аделаида и Элеонора. Все шло, казалось бы, привычной чередой того времени, пока решение отца героини сюжета самостоятельно покинуть этот мир не развернуло течение жизни, в результате чего именитая наследница берет бразды правления в свои руки. В ней раскрылись лидерские качества и деловые черты характера. Никто не ожидал, что она сможет произвести ребрендинг и вывести бизнес на новую ступень лестницы успеха. С новыми жизненными этапами менялась и личная жизнь. Чувства с супругом по прошествию 14 лет исчерпали себя. Знатная особа практически сразу вступает в новые семейные отношения с финансистом Эдвардом Хаттоном. Вместе они разрабатывают новую линию замороженной продукции, а также меняют название бренда на General Foods. В паре появилась на свет дочь Недения. Однако второй избранник был неоднократно замечен в неверности, и бизнес-леди, не задумываясь, поставила точку в их союзе. В данный период также ознаменован проснувшейся тяга к приобретению антиквариата. С детства она наблюдала, как отец искал вещи, обладавшие историей, а далее увлеченно рассказывал кровиночке о судьбе и владельцах предмета. Подобные воспоминания о главе семейства являются истоком любви к кричайшим коллекционным объектам. Третьим избранником леди стал дипломат Джозеф Дэвис, который входил в число приближенных Франклина Рузвельта. Будучи назначенным послом в СССР, он открыл для жены местный мир раритетов культуры и искусства. На дворе стоял 1937 год. В данный период уникальные реликвии можно было найти, просто заходя в заброшенные здания, что Марджери собственно и делала. Также буквально даром она приобрела изделия Фаберже, иконы, коллекции русского фарфора, картины, драгоценности. Но особой гордостью героини повествования являлась венчальная регалия Романовых. Однако стоит отметить, данные экспонаты были переданы знатной дамой в музее, где ныне и находится. Зная события прошлых лет, можно с уверенностью сказать, что ее действия сохранили объекты культуры. Как бы печально это ни звучало. Марджери Мэри Вейзерпост известна одной из неповторимых коллекций раритетных украшений, в их числе подарки Наполеона Панапарта Марии и Луизе, такие как колье и диадема. Удивительные ювелирные изделия от мастера своего дела Пьера Картье и многое другое. К счастью, героиня сюжета как истинный ценитель истории передала большую часть уникальных реликвий в специализированные выставочные учреждения, где шедевры оберегают и сохраняют, а также они доступны для просмотра. Ходят слухи, что основным пожеланием Марджери при передаче экспонатов являлась невозможность продажи объектов в частные руки. Богемная дама не менее прославилась своим стилем, она являлась лучшим клиентом именитых модных домов. В 1954 году состоялся третий развод. Чтобы ускорить процесс, бизнес-леди решила без больших споров оставить бывшему спутнику Нью-Йоркскую виллу, не зная о том, что Дэвис заблаговременно перевез некоторые предметы коллекции в данный дом. Однако Светская особо не отчаялась, а гордо подняв голову, вышла замуж в четвертый раз за бизнесмена Герберта Мэя. Но по прошествию нескольких лет и в этом романе чувства угасли. Вернув девичью фамилию, находясь на склоне лет, задумала сочетаться узами брака в пятый раз, чем навела немало шума, особенно среди дочерей. Богемная леди прожила жизнь со всей страстью, последние годы говорив, «Я отправляюсь в самое лучшее путешествие, в мир своих коллекций. Искусство стирает любые невзгоды».